Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено фаворитам лета, то бишь парфюмерии и всякой фигне, типа вот такой украшений. Видео у меня совместно с блогером Еленой Снегиревой, моей подругой Аленкой. Ссылка на ее канал и на само видео ее будет у меня в самом видосе и под самим видео в инфобоксе. Ну и начну, пожалуй, с того, что она мне предложила. Это еще где-то в начале лета, в конце мая. За меня это было немножко... Ну, я всячески этот видос оттягивала, потому что за меня это как-то не свойственно. У меня нет каких-то особых любимчиков на сезон. У меня все это как-то как клюнуло куда-то там, так и будет. Сначала я хотела показать одни тапчики, которые я все лето таскала, но так как у меня каждое лето практически разные тапчики, ибо я их утаскиваю настолько, что они уже не кошерные, то бишь, коньки откидываются, ломаются, дохнут, там подобное, то я решила ограничиться только украшениями и парфюмерией. В общем, обычно летом я люблю платформу или балетки. На самом деле, последние года три уже я как-то особо платформу не ношу, только если вдруг меня случайно судорога долбануло. И приходится тогда уже ходить на платформе, хочешь не хочешь. В последнее время я таскаю балетки. Вот в этом году у меня были куплены кожаные велины с тонкой кожей, со стразами, на мое удивление, стразы не отвалились. И все еще живые, и они хорошо мне сослужили службу. Я их покупала исключительно, чтобы и лето проходить, и в Беларуси нормально съездить. И как я сначала думала слетать в Крым, но пока у меня он, в общем, под вопросом. Я даже не знаю, хочу ли я туда этой осенью. В общем, особо я как-то не делаю предпочтение по сезонам на украшения, но есть некоторые кольца и браслеты, которые действительно лучше носить только летом, или в другое время года, если только на какой-нибудь вечер одел, пришел, снял. В общем, допустим, вот такое кольцо серебряное, розой, зимой, допустим, оно за что-то может зацепиться, да, перчатки поверх такого не оденешь. Сейчас я сегодня даже в нем уже выгуливалась. Я его засунула там далеко, глубоко в свое украшение, и забыла вообще, что оно есть, и где оно есть. И вот мне за мной искала, когда вот этот весь украшалк. Нашла вот такое кольцо, оно у меня было в обзоре ювелирной бижутерии. Ну, на самом деле, это, конечно, не бижутерия, просто тогда просили делать обзор на бижутерию, которой у меня практически нет, у меня есть ювелирное украшение. И вот такое кольцо, правда, я его иногда и зимой таскаю. Это дракончик тоже серебряный, 925-я проба. В общем, что у меня тут еще? Вот это мне в этом году полюбилось исключительно. Я вдруг про него вспомнила, 2 года лежит. Вот это кольцо, оно у меня было иногда в обзорах. Такое из серебряных цепочечек. Как бы даже на кольчугу смахивает, кольчугу на пальцах, да? Это чисто летом таскаю я. Потом еще у меня кольцо, но вообще оно универсальное для меня. Но чаще всего я его одеваю летом. Это серебро с... В общем, в Карелии я его покупала с горным хрусталем и шунгитом. Я его пока здесь и оставлю на этом пальчике. Вот подобные браслеты. Это вот серебряный с горным хрусталем. А нет, даже с фианитом. В общем, это серебряный с фианитом. Вот подобного типа браслета таскать летом. Потому что тоже они за все цепляются. Но они такие воздушные. Я считаю, что все-таки воздушные украшения такие нежные. Их все-таки лучше таскать летом. Потому что руки открытые. Никаких там кофт-свитеров нет особо. И не за что зацепиться. И красиво смотрится. Вот такой он. У меня слегка потемнел. Его, думаю, можно будет очистить. Это как раз вот к этому кольцу. Хотя я покупала отдельно. Но это вроде как комплект. Потому что у некоторых он продавался. Правда, с комплектом. Кажется, это Велин. Тоже 925-я проба. Тоже серебро. И тоже проверено. Если что. Да, кстати, могу его одеть. Сейчас. Я его в прошлом, позапрошлом году таскала усиленно. В этом году, летом, ну, очень редко одевала. Но оно все же летнее. Очень я люблю таскать вот так вот на эту руку. Это вот нитка. На самом деле это бусы. Это нитка граната. Камень. Вот здесь он как раз сочетается с моим вот этим гранатом. На серебряном браслете, который у меня уже 2 года. Это янтарная браслетик. Тоже лучше таскать летом. Я его люблю. Но вот тут я вспомнила, что когда-то я таскала вот такой ужас. Пентаграмма. У меня их было штуки 4. Одну я плела бисером и подарила девчонке. Еще одна там куда-то ушла. И, в общем, еще одна, возможно, где-то есть. И вот эта осталась на замшевом шнурочке. Подобный браслетик у меня вот тоже со стрекозой. Тоже серебряный. И тоже с фианитом. Тоже, соответственно, летний. Браслеты, которые я очень хотела надеть, когда ждала, когда же придет лето, чтобы их одеть. И, конечно же, я про них забыла. Само мне застегнуть такое не очень удобно. Оно такое громоздкое. И мне кажется, это вот, ну, на лето или на какой-то такой выход. В общем, вот тут такие розочки. Оно похоже, кстати, вот на тот, но не совсем. Тут немножко другие розочки, тоже серебро. Ну, что еще у меня может быть, в принципе-то. И еще вот такие у меня розочки браслетик. Сегодня я смогла застегнуть сама только вот этих моих. И то на последнюю. Его можно при желании снять. Нет, с руки не снимешь. Но он довольно свободно отрегается. Еще есть у меня с розочкой как раз вот из того же серии, как вот этот вот товарищ. Только просто браслетом с листиками на руку. Ну, все та же самая проба, все то же самое серебро. Люблю таскать еще вот этих вот товарищей. Это, кстати, похоже, но как вот здесь вот они по чуть-чуть, а тут уже просто вместе скрепленные. Те же самые стрекозы. Люблю я вообще что-то стрекоз. И те же самые фианиты. Есть у меня тут сердце из пластики, но я в этот раз нацепила на себя вот эту пентаграммку. Хотя она вроде как-то не вписывается, да? Ну, и вот это вот сердце из пластики тоже я его в основном таскаю летом. Ну, или так зимой куда на выход. Есть у меня браслет, шикарный, кожаный. Мне его прислала на 30 лет. Подруга из контакта. Она вообще с тефоретником. Мы с ней никогда ни разу не виделись, не созванивались. Но очень давно знакомы чисто по сети и общаемся. Я ей посылала какие-то там свои рисунки. Она мне присылала как-то чай и потом посылку на день рождения. Вот это был как раз подарок на 30 лет. Я его тут пыталась нацепить на себя, но он для меня, он на меня свободный. Я каждый раз вот думаю о деть летом, каждый раз забываю. Ну, в общем, это в принципе летняя. Думаю, такая фигня вот на какой-нибудь металл фест выползти. Правда, я сто лет не была на металл фестах. Вообще не знаю, у нас они сейчас проводятся или нет. И вот такой браслет от Насти. Зарезка. Я думаю, что он вполне себе летний. Я даже его иногда таскала тут. Иногда даже очень постоянно таскала. А вот это вот когда-то я купила в Карелии. Тоже таскала летом. Но потом, конечно, забыла. Это карельская береза лакированная. Ну и на шнурочке таком полукожаном. По-моему, все-таки это кожаный или что-то такое. В общем, это из украшений. Так, еще вот у меня всякие подвески бывают. Ну вот у меня вчера буквально оборвалась, не знаю вообще каким образом, эта цепочка. И вот стрекоза как раз, ну стрекоза была, конечно, на другой цепочке. Можно ее поменять как раз от этого браслета. Ну вот сейчас на мне пентаплиц. И, пожалуй, перейду я к духам. Духи, вот в общем, летом мне вообще нравятся такие свежие ароматы. И немножко ванильку. Но ванилька у меня закончилась. И, к сожалению, она будет в пустых баночках от Ауда Страстной Любви от Ифраше. На турельку я что-то не достала, потому что у меня она где-то стоит сзади. Там очень много вариаций на турельке. И какая из них классическая, я сейчас просто по запаху не пойму. Потому что я на себя вылила очень много. Вот смотрите, вот он только начался. И вот я его открыла. И столько я уже израсходовала. Это туалетная вода. Парфюмерная, точнее, вода. На роли от Ифраше, которая мне пришла подарок. У меня была Минька. И внезапно я вот ей прониклась на вот именно подобные ароматы. Как вот, допустим, цветок апельсина. Или чайное дерево. Или натурель классическая. Или тот же Summer White. Или какой-нибудь цитровцевый аромат. Кстати, лимон с базиликом у меня тоже закончился. Тоже был в пустых баночках. Вот по типу этого от Насти Зарецкой. Тоже или та же самая Вербена. Вот с летом такие ароматы я очень люблю. Ну и в общем, какие я пользуюсь. Вот сегодня я на себя уделала. Тот самый момент, когда аромат под настроение. И ты на себя выливаешь столько-столько-столько-столько. Его не чувствуешь. Окружающие, конечно, его чувствуют, наверное. И он так вот в такой нежной ароматной дымке находишься. И вот другие какие-то духи, допустим, то, что я зимой пользую, я уже пшикну. И мне уже кажется, что я задыхаюсь от этого аромата. Они совершенно не летние. В общем, на Ролька. Потом, последние дня 4 я на себя выливала Вербену. Это уже снятость, мне кажется, ифрашевская, кеньская вода. Можно сказать, одеколон унисексовые такие ароматы. В общем, летом я люблю действительно в основном ароматы такие унисекс. Потом цветы апельсина. Это «Утро в саду» от ифраше. Так, ну, чайное дерево, соответственно. Зеленый чай тоже от ифраше. Это кеньская вода. Вот этим я стала пользоваться от Насти, когда я его получила. Но у меня закончился вот ифрашевский лимончик, который зимой я совершенно не воспринимаю. Этот лимон и базилик. И зимой я чувствую там только базилик. Летом же я чувствую исключительно лимон. Он у меня закончился. Вот, и вот Аленкина, потом моя маленькая вариация 50 мл Элизабет Орден Гринти закончилась. Вот пользую теперь Аленкину. Ну и, соответственно, еще Саммер Вайт. Саммер Вайт, он похож, в принципе, и на Тюрель. Это ифраше, и еще на лайт кокаин какой-то русской фирмы. И еще на блю лайт, лайт блю точнее от Дольче Габбана. И Дольче Габбана у меня, к сожалению, закончилась. Я пока не знаю, стоит ли ее приобретать или нет, потому что похожий аромат, в принципе, и есть. Вот, наверное, и все. Вот такой вот обзор. Откровенно говоря, для меня такой именно обзор это впервые. Я не знаю, насколько удачным он получился. Было ли вам интересно или чем-то полезно. И вообще смысл этого обзора. Но я надеюсь, что все-таки хоть как-то я это уловила. В общем, если вы досмотрели до конца, то я не зря потратила время. Если узнали что-то интересное для себя новое или полезное, то я очень рада. Ну, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Лучше хорошие. Потому что, как там кто-то мне написал кому-то у меня под видео в комментах, доброта спасет мир. И до новых встреч. Пока.